Мир вам, братья и сестры! Сердечно всех приветствую на нашем утреннем собрании. Сегодня в Америке отмечается День Отца, и поэтому я хочу сердечно поздравить всех отцов. Слово Божие говорит, как вы видите в нашей программке, записан этот стих, «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Да благословит нас Господь всех отцов быть такими, как наш Отец Небесный. Милостивыми отцами, нежестокими отцами. Наш Отец Небесный, Он милует детей Своих. И дай Господь, чтобы мы брали этот образ, этот пример нашего Отца Небесного и старались быть на Него похожими. И в этом очень важное служение, которое Господь верил каждому Отцу. И Господь не только доверил нам это служение, Он и показывает пример. И поэтому, читая Божье Слово, мы видим Отца Небесного. И да благословит Господь всех отцов быть именно таковыми. И мы попросим благословения на это служение, чтобы сегодня нам назидаться Божьим Словом, чтобы сегодня всем нам помолиться Господу, прославить Его, принести нужды наши. И в нашем общем служении, в этом общении, чтобы мы могли прославлять Господа нашего. Помолимся Господу. Господь наш, мы с благодарностью приходим к Тебе в это воскресное утро. Благодарим Тебя за то, что Ты милостивый Отец. И на этой неделе Ты также любил нас, заботился, охранял и помогал во всем. Мы благодарим Тебя за то, что однажды мы познали Тебя как Отца Небесного, который так возлюбил нас, что отдал своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, который умер за грехи наши. Мы благодарим Тебя, Господи, за спасение, которое мы имеем в Тебе, за жизнь вечную, за прощение грехов, за Твою заботу, которая проявляется в каждом дне, когда Ты милуешь нас, когда мы проявляем неверность, когда мы спотыкаемся и падаем. Господи, Ты милуешь нас и прощаешь грехи наши, когда мы приходим к Тебе в раскаянии. Я прошу Тебя в этом дне за каждого Отца. Я доверил это важное служение. Ты дал ответственность за семью, за детей. Я благодарен Тебе за то, что Ты помогаешь всякому Отцу, который желает быть верным Тебе, который желает подражать Тебе и получать силу от Тебя для того, чтобы верно выполнить это служение. Я прошу Твое благословение на каждого Отца. Я прошу Твоей помощи, силы, мудрости, мужества и водительства, чтобы каждый отец знал свое служение, знал то важное место, на которое Ты поставил его и совершал этот труд для Твоей славы, уповая на Тебя. Благослови, Господи, в это трудное время, когда так много греха вокруг. Помоги каждому Отцу стоять верно в этом служении, научать семью свою, детей своих, заботиться о жене, заботиться о семье, для того, чтобы через Отцов Ты мог благословить и Церковь нашу. И в этом дне, Господи, и в этом служении помоги нам помолиться Тебе об этом, воздать Тебе славу, попросить Тебя о благословении. А Ты благослови нас в этом собрании. Дай нам радость от того, что мы вместе друг с другом и вместе с Тобою. И благословляя нас, благослови Церкви поместные по всему лицу земли. И в этом воскресном дне, Господи, объедини народ Твой и Церковь Твою в радостной хвале, чтобы мы поклонялись Тебе и прославляли Тебя. Ты достоин хвалы. Мы поклоняемся Тебе в этот час. Мы благодарим Тебя за все, Господа и Спасителя нашего. Аминь. Давайте споемся вместе общим пением. «Я хочу с Тобой поговорить». 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 «Омречить печаль и тяжкий дух». 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 «Я хочу с Тобой поговорить». «Я хочу с Тобой поговорить». «Омречить печаль и тяжкий дух». «Я хочу с Тобой поговорить». Субтитры подогнал Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал Симон. Не очень редкий. Субтитры подогнал Симон. А вот когда человек молится. Субтитры подогнал Симон. Субтитры подогнал Симон. Мы можем приносить. Субтитры подогнал Симон. Израиль Субтитры подогнал Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал Симон. Субтитры подогнал Симон. Симон. Субтитры подогнал Симон. 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 этот день, потому что сегодня, как мы уже заметили, все слово направлено к отцам. Пение, стихи. И слава Богу за этот день, что мы можем быть в Доме Божьем, что мы можем слышать это слово. Отец, глава семи, он должен быть примером. Достойного отца на небе ждет награда. Чудесный стих, чудесное пение. И когда я сидел, размышлял и думал, и у меня вопрос появился. Где ты, Отец? Бог, когда пришел к Адаму после грехопадения, и к нему задал вопрос. Где ты, Адам? Где ты, Отец? Достойный ли ты, Отец? Являешься ли ты примером? И словом мое, и перед нами сегодня очень важный вопрос. Серьезный вопрос. Как отцу давать пример детям? Друзья, нам Господь подарил особые благословения каждому отцу, у кого есть дети. Но и за этим стоит очень серьезная ответственность перед каждым отцом. Вера Сергеевна Кушнир, об одном стихе, она написала последний стих, такие слова. Ответственный за нас перед Творцом, Отец хранит святое упование. Почтим же с матерями и отцов, по заповеди, что с обетования. Почтим же с матерями и отцов, по заповеди, что с обетования. Когда мы вспоминаем отцов, есть разные примеры отцов. Есть хорошие примеры, есть плохие примеры. И Писание нам открывает и говорит о хороших примерах и о плохих примерах. Какой пример мы должны детям дать нашим? Какой стандарт должен быть? Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие Иоанна, 13 глава. Мы будем читать, у кого есть Библия и Евангелие, пожалуйста, открываем. Евангелие Иоанна, 13 глава. С 12 стиха. Когда же умыл и многие надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителями Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умыть ноги друг к другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Друзья, наш благословенный Господь Иисус Христос – это самый лучший пример, который я нашел в Писании. это стандарт, это идеал, к которому мы должны особенно отца стремиться. И Слово Божие говорит, Христос говорит, я дал вам пример, чтобы вы вышли, чтобы вы и так поступали. мы пели песню «Благословен тот дом, где Библию читают». Мне с нашим старшим братом Питером Господь ввел особенную милость. Он был первый в семье, я был восьмой, в нашей семье было 11 детей. Я хочу сказать, что наш дом, он был благословенный. Мы вспоминаем отца в эти дни. Чем наш дом был благословенный? Что в нашем доме наш отец, он нам читал Библию. Наш отец, когда мы играли на улице со всеми ребятами, мы знали, что в 9 часов вечера отец откроет окно и скажет, детки, все домой. И вы знаете, много нас было в семье, 11 детей, и мы знали, что это законы персов. Мы не могли остаться, сказать отец, мы придем, подожди. Мы знали, что надо идти домой. Оставить игры, футбол, все, что там было, и мы шли домой. Потому что мы знали, что нам отец будет читать Библию. Он будет молиться за нас. Может, мы до конца все не понимали, но мы шли домой. Я хочу рассказать один пример из нашей жизни. Я был мальчиком, не знаю, может, как мой младший сын, 6, может, 7 лет. Семьи, которые вырастали в бывшем Советском Союзе, христианские семьи, мы знали, какому гонению мы подвергались, какие переживания, трудности были. Особенно большие семьи, семьи, которые любили Господа, семьи, которые читали Слово Божие. Мне этот пример очень запомнился, когда мы ишли на суд. Я маленький не понимал, почему мы идем на суд. Я знал, что на суд идут плохие люди, что надо судить людей, которые сделали зло, причинили, украли, убили, или что-то сделали, над ними суд свершали. Но мы шли на суд. И мама держала меня за руку. Она шла и всю дорогу плакала. Я говорю, мама, почему ты плачешь? Она говорила, нас будут судить. За что нас будут судить? За то, что мы христиане. За то, что мы воспитываем вас в христианском духе, за то, что мы читаем Библию вас, я помню, вот этот сут, когда собрались люди неверующие, и папа с мамой, и вот мы все дети сидим. Встает офицер один с нашей школы, он военный был, сосед наш. Пришли все соседи, они 99% подписали выселить баптистов с нашего дома. Мы не хотим, чтобы они с нами жили. И вот они совершают суд над нами. И этот офицер говорит, дайте мне пистолет, вот я всех этих баптистов расстреляю. Я не понимал, друзья, почему они хотят нас расстрелять. Враг, он всегда ополчается на семьи верующие, чтобы причинить боль. И враг, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить, особенно верующих детей. И это так и шло на наших родителей. Я запомнил этот пример. Друзья, мы пришли домой, суд прошел, у нас было две квартиры. В одной квартире мы жили с родителями младшие, а братья все старшие, они жили в другой квартире. Это была одна площадка, хрущевские дома, кто помнит. И мы спали в центральной комнате с моим младшим братом. И ночью, среди ночи раздается стук, особенный стук, такой грохот в двери. Я маленький проснулся, отец разбудился, пришел, открыл дверь, и вот эта соседка, которая говорила, кричала там на суде, чтобы этих баптистов выселить. Мы не хотим, чтобы они с нами здесь жили. Она пришла и кричит, Оля, нашу мать, они звали Оля, она была медсестра, она Оля, пожалуйста, приди к нашему силу, он умирает, у него была астма, сделай укол моему сыну, если ты не придешь и не сделаешь, мой сын умрет. Друзья, я не знаю, как бы я поступил в этот момент, я не знаю, как бы мы с вами поступили. И она побежала, я прошу тебя, приди, пожалуйста, помоги нам. И мама говорит отцу, я не пойду. я не пойду туда, Иван. Я понимаю, когда вот этот суд был, вот это все дело и шло. И папа говорит ей, ты должна пойти туда. Мы верующие, мы христиане. Ты должна пойти, ты должна это сделать. Друзья, мама взяла уколы, эти шприцы все закипятила, их стерилизацию прошло, и она пошла и сделала укол, и этот мальчик жил по сегодняшний день. Этот пример, он особенно отклался в моей жизни, потому что мои родители, они не просто словом говорили и доказывали, что они любят Господа, не только на словах, они на деле это являли. Соседям, сколько они нам зла причиняли. Почему они так поступали, друзья? Потому что у них был особенный пример. У них был пример наш драгоценный Господь Иисус Христос. Они шли по следам Господа, они подражали Господу, они не подражали тем людям, которые делали сколько зла им. Друзья, и они на деле доказывали. Господь говорит, ибо я давал вам пример, чтобы вы делали то, что я сделал. Друзья, что сделали нашему Господу? За что Его распяли? За что Его бичевали? Друзья, за нас, за наши грехи, чтобы в крови Иисуса Христа мы имели искупление и прощение, друзья. И когда мы уезжали в Америку, вот эти все соседи, они собрались, они знали, что мы уезжаем. И мы сделали последнее собрание еще. И они подошли к нам и говорили к Отцу, что вы за люди? Сколько зла мы вам причиняли, а вы нам отвечали добром. Сколько боли мы вам принесли, а вы дали нам радость. Друзья, я хочу сегодня задать каждому из нас, каждому Отцу, который сегодня находится здесь, на этом месте, являюсь ли я достойным Отцом? Являюсь ли я примером для моих детей? Видят дети во мне Иисуса Христа? Стремлюсь ли я к этому? Хочу ли я подражать Господу моему? Друзья, дети нас видят всегда, всюду. Они смотрят за нами и следят, когда мы даже не думаем. мой старший сын Давид, он как-то говорит, папа, он уже подрос, я говорю, дай, пожалуйста, я проеду на автобусе. Автобус был на стыку, пять передач, это не автомат. Я говорю, Давид, как ты поедешь на машине? Я тебя даже не учил. Он говорит, папа, дай, пожалуйста, поеду. Ну, возле дома до нас тупик, тупиковая улица. Я говорю, хорошо, садись. Он сел, первую передачу, вторую. Я сижу, думаю, не понял. Я говорю, Давид, скажи, пожалуйста, кто тебя учил? Он говорит, папа, когда ты ехал, каждый раз, я наблюдал за тобой. Я следил за тобой, как это ты делал? Степление, передачу, степление, газ. Я все наблюдал за тобой, папа. Я видел, как это ты делал. Друзья, наши дети, они видят нас. Они видят нас в собрании. Но самое главное, они нас видят там, дома. Когда вы меня не видите, и я вас не вижу. Они видят нас. Сегодня вопрос, какой пример мы для них. я слышал один служитель из Денвера, на конференции привел один такой пример. Мне очень он запомнитался, запомнился. Дочка подходит к отцу и говорит, папа, давай жить в церкви. Я думаю, может мы все уже слышали этот пример. Папа, давай жить в церкви. Дочь говорит, папа, дочка, папа говорит ей, у нас есть дом, зачем нам жить? В церкви здесь. Папа, я прошу тебя, очень умоляю, давай жить в церкви. Дочь, у тебя есть комната большая. Папа, я хочу жить в церкви. Почему, дочь, ты хочешь жить в церкви? Папа, ты в церкви такой хороший. Мы такие хорошие друзья, отцы дорогие. Мы такие хорошие в церкви. Мы так красиво одеты. Мы так красиво можем говорить. Но являемся ли мы примером дома? Или может наши дети, они хотят с нами жить в церкви здесь? Потому что папа в церкви, он очень хороший. Я всегда молю, Господи, сохрани меня, пожалуйста, от этого. Чтобы моя дочь или сын подошли ко мне и сказали, папа, я хочу жить с тобой в церкви. К сожалению, друзья, это есть. И потому этот вопрос, который я сегодня задал отцам. отец, где ты? Где твое место? Ты сегодня с семьей здесь? Может, ты в другом месте? А твоя семья сегодня здесь? Где ты проводишь твое время в вечерний час? Являешься ли ты благословением для жены твоей? Для детей твоих? Или может ты наоборот? Где-то далеко от Господа стоишь? И твои дети плачут. Говорят, папа, мы так хотим, чтобы ты с нами открыл Библию, прочитал, обнял нас. Друзья, Христос в Евангелии Матвея говорит, придите ко мне все и научитесь от меня. Друзья, мы с вами носим имя христианина. Мы с вами дети Божьи. Отцы дорогие, понимаем ли мы сегодня эту ответственность, которую Господь возложил на нас, на отцов? К одной молодой девушке подошли, говорят, скажи, пожалуйста, какого ты хотела бы жениха иметь? Она говорит, я хочу, чтобы мой жених был, как мой отец. Я хочу, чтобы мой жених был, как мой отец. Он хороший отец. Он добрый отец. Он любящий отец. Он любит маму. Он заботится о нас. Он благословляет. Он молится. Он стоит в проломе за нас. Я хочу, чтобы мой будущий жених был, как мой отец. Мы в четверг, когда собирались с нашей малой группой у меня дома, я деткам задал вопрос и взрослым всем. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить или какое качество у вашего отца есть? Скажите, пожалуйста, одним словом. Как вы думаете, что сказали детки? Хотите услышать? Я вам прочитаю. Это касается отцов, которые здесь сидят. Это ваши дети говорили. «Мой папа заботливый, ответственный, веселый, добрый, helpful. Мой папа окей». «Мой папа окей». Я не знаю, что он не вкладывал в этот смысл, но он говорит, «Мой папа окей». То есть он подходит. «Мой папа щедрый». Друзья, да благословит нас Господь. Да поможет нам, отцам, в этот прекрасный, благословенный, солнечный день переосмыслить свою жизнь, задать себе вопрос в себе самом. Являюсь ли я благословением для моей семьи, для моей жены, для моих детей? Или, может, я не там, где есть? И последнее место, которое я присчитаю, это в евреям. Это пожелание сегодня всем отцам. Это 12 глава. Второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претелпел крест, пренебрегший простормления и воссел одесную престола». Отцы, дорогие, давайте будем на взор чаще и чаще поднимать на нашего Господа. Чаще будем молиться Ему, чаще будем следовать Ему примеру нашего Господа. Чем больше мы будем пребывать в Слове Божьем, чем больше мы будем молиться и следовать нашему Господу, тем больше Он будет отражаться в нашей жизни. Благослови нас, Господь. Аминь. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Господь. Благослови нас, все могуч, велик, чем словом небеса небеса откались. Мой дивный Бог, Аллах, Тебе и Слава, честь имени святому Твоему. О, как и благотворению своему, так велика любви моей держава. Я восхищаюсь далью бесконечной на глубина безоблачных небес. Всевечный святый вечный мир в чуде звони в силу свою жизнь и вечной. Мой дивный Бог, Аллах, Тебе и Слава, честь имени святому Твоему. О, как и благотворению своему, и благотворению как велика любви твоей держава. Бог, Бог, и благотворению и благотворению твоей и благотворению и благотворению и благотворению Твоей державой. И мучих нарвать хотела для себя. Из сил ослабших не щадя, Любуясь детским наслаждением, Живым и пестрым украшением, Манящей далью увлекаясь, За скалы дикие цепляясь, Не замечая, подошла К гнезду могучего орла. И взглядом, полным удивления, Окинул хищник на мгновенье тебя. Затем он встрепенулся вдруг, И, очертя со свистом круг, На жертву ринулся поспешно. Он тризну праздновать успешно Рассчитывал в своем гнезде. Но Бог так близок был в беде, Дитя мое к тебе в ту пору, Что следом за тобою в гору Спешить он побудил отца. И, отирая пот с лица, На ту беду отец явился, И в жаркий бой с орлом вступился, Закрыв широкими плечами Твою пестревшую цветами Головку русую и грудь. Так вот, живи и не забудь, Что сердце твоего биенья И блеск очей твоих, И пенья подарены тебе, как дар. А что ж с отцом? Там битвы, жар за жизнь Отчаянно пылает, Там с дикой яростью терзает Орел когтями грудь отца. Уж мчится хладный пот с лица, И грудь от боли изнывает, Но Божья сила укрепляет отца. И мощной рукой, Взмахнув высоко над собой, Он хваткой мертвою хватает За горло хищника И тает заметно сила у орла. Тем разом серая скала Горячей кровью обогрелась, Что из груди отца струилась. И если сердце твоего Не вырвал хищник, То его любовь отцовская закрыла, Хотя и страшно видеть было, Как хищник яростно сражался, Крылами бил, шипел, метался, И вместо сердца твоего Отцов ворвал он. Но его желание не сбылось. И вот смахнул с лица Кровавый пот, Могучим взмахом Опрокинул отец стервятника И кинул на окровавленный гранит, Где между серых острых плит Орел нашел себе могилу. И в пасть разодранную С силой забил отец могильный кол, Обнял дитя и прочь ушел. Отцы и матери и дети Вам посвящаю строки эти. Молю, чтоб Божье вдохновенье Родило в сердце ваше моревенье Самоотверженно сражаться, В священной битве подвязаться, Чтоб души детские спасать, Не прятаться за их спиною, Не дорожить самим собою, Любовью злобу попирать И вражью силу отражать. Аминь. Иисус Навин был хорошим отцом, Как-то он собрал всех старейшин, Всех руководителей, И стал обращаться к отцам. За рекой жили отцы ваши, Но Бог воздвиг Авраама, Отца вашего, Он вывел вас из этой земли, Бог освободил вас от египтян, Бог хранил вас сорок лет пустыни, Бог привел вас в эту землю. И дальше он говорит, Итак, бойтесь Бога и служите Ему, И ныне изберите, кому служить, Или богам, которым служили отцы ваши, Или богам Амареев в этой земле, А я и дом мой будем служить Господу. Есть у нас замечательный гимн отцов, Который мы часто поем, И мы исполним его сейчас. Мой дом и я служить хотим. Почему я говорю, что это гимн отцов? Потому что в этом первом куплете, Вы помните такие слова, Это по сути отец поет, правда? Мой дом и я служить хотим, Тебе, Христос, лишь одному, Но дай мне силы быть верным рабом. Я приглашаю, чтобы мы встали, И я приглашаю, чтобы первый куплет Спели отцы. Пожалуйста, мы встанем все вместе, И отцы споем первый куплет, А уже со второго куплета Все остальные помогут нам. Хорошо, давайте споем этот гимн. Песня. 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 Закворенный я должен жить, который должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся твоя семья. Открыть сердце нашим храм твоим спасительным словам. Открыть сердце нашим храм твоим спасительным словам. Открыть сердце нашим храм твоим спасительным словам. Мир вам, дорогие братья и сестры, я также хотел бы поздравить всех отцов с этим праздником, с Днем Отца. Бог поставил нас священниками в семьях. Бог поставил и дал каждому отцу ответственность быть им священником, священником в семье, священником для своих детей. И эта ответственность распространяется на нас. Наша задача приводить наших детей к Господу. Мы с вами продолжаем вникать и изучать послание к филиппийцам. И сегодня тема нашего такого рассуждения – радость в подражании доброму. Мы с вами слышали это слово, что отцы должны быть примером, добрым примером для своих детей. И это действительно так. Но Слово Божие дает нам примеры, в которых мы, отцы, можем брать для себя необходимые уроки для того, чтобы правильно поступать, для того, чтобы правильно вести нашу жизнь как отцы, как те священники в наших семьях. Давайте откроем Слово Божие, прочитаем несколько стихов. Послание к филиппийцам, 3 глава. Прочитаем с 17 текста, 17, 18 и 19 стихи. Послание к филиппийцам, 3, 17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, «А теперь даже со слезами, говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Если мы посмотрим на этот текст, кому обращены эти слова? Если мы посмотрим именно вот этот стих, 17 стих, который мы прочитали, он говорит, «Подражайте, братья, мне». Слово обращено к братьям. Конечно, мы понимаем, что оно обращено ко всем верующим, ко всем детям Божьим, ко всем, кто читает это слово. Но я хотел, чтобы сегодня мы, отцы, чтобы мы, служители, по-особенному посмотрели на этот текст, чтобы мы взяли для себя в этот день отца особенные уроки. Итак, апостол Павел находится в тюрьме, находится в Риме. Последние года его жизни. И он пишет к братьям и сестрам, пишет к церкви и говорит о том, чтобы они радовались. Он говорит, «Дополните мою радость». Казалось бы, трудные обстоятельства. И мы с вами уже проходили, братья говорили о том, что трудно было переживание от внешних, переживание от внутренних, от братьев. Но апостол Павел говорит, «Радуйтесь». И сегодня мы как раз и порассуждаем о том, как нам подражать доброму, какие примеры мы можем взять из жизни апостола Павла. Наверное, каждый из людей где-то кому-то подражает. Когда дети малые, они подражают отцу, подражают маме, стараются как-то копировать их действия. И это нормально. Немного дети подрастают, где-то подражают отцу, где-то подражают матери, но у них появляются другие кумиры, появляются другие, которыми они стараются как-то подражать или быть похожим. Апостол Павел говорит, «Братья, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по тому образу, который имеете в нас». И, наверное, напрашивается вопрос, а можем ли мы, христиане или отцы, можем ли мы брать пример с людей? Кто бы это ни был, можем ли мы ставить образцом человека? Очень интересный момент. Апостол Павел, если мы немножко посмотрим раньше эту третью главу, апостол Павел говорит в 12 стихе, говорит, «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираюсь вперед». Апостол Павел, говоря о том, чтобы мы смотрели и подражали тому образу, который видим в апостоле, в тех служителях, которые были, он говорит, чтобы мы подражали в его стремлении подражать Христу. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих, апостол так и говорит, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Итак, наше подражание апостолу должно быть как раз в том, что он подражает Христу. Сегодня я бы хотел вместе с вами немножко посмотреть на те уроки, на те моменты, на те примеры, на те штрихи к образу, которые мы видим в служении апостола Павла, для того, чтобы взять для себя некоторые уроки. И если мы увидим, что мы поступаем так, как поступал апостол Павел, утвердиться в этом, поблагодарить Бога, если, возможно, мы, как отцы, как священники наших семей, если мы, может быть, так не поступаем, чтобы мы покаялись перед Богом и чтобы мы старались поступать по тем примерам, которые оставлены в Священном Писании, по тому примеру, по тем следам, которые оставил Господь наш Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы мы открыли деяние апостолов, 20 глава, и мы прочитаем с 17 стиха этот текст или некоторые мысли, то, о чем говорит апостол Павел, говоря о себе, говоря о своем служении. Итак, деяние апостолов, 20 глава, 17 стиха. Из Милита же, послав Ефес, он, то есть Павел, призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смириномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям, еленам покаяния пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Братья и сестры, это пример Отца, это пример Духовного Отца, это пример служителя, это пример того, с кого можно брать пример. Не просто потому, что это апостол Павел, не просто потому, что вот он сказал, берите пример или смотрите на тот образ, который я оставил, потому, что мы видим, что в этом он подражал Господу нашему, Иисусу Христу. Хотел бы обратить внимание на некоторые моменты. Первый пример – это пример постоянства, пример того, что апостол Павел был вовлечен в жизнь верующих, в жизнь церкви. Мы с вами читаем 18-й текст, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами». 31-й стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас». Пример постоянства и того, что апостол Павел был вовлечен в жизнь верующих. О чем это говорит? Апостол Павел был не просто наставником, был не просто духовным отцом или служителем, когда у него было время, или, возможно, тогда, когда он говорил проповедь по воскресеньям, или, возможно, тогда, когда были особые какие-то праздники. Апостол Павел говорит, «С того дня, с первого дня, в который я пришел, я все время был с вами». Работая среди искушений, среди трудностей, он говорит, «Я день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас». Пример постоянства. И этот пример он взял и учился у Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, если мы посмотрим эту главу, там Иисус Христос показывает или говорит ученикам Своим о Отце, о тайне Небесного Царства. И вот Филипп говорит, «Покажи нам Отца». И смотрите, как Иисус отвечает, 14 глава, 9 стих, «Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца». Сколько времени я с вами. Мы видим, что Иисус Христос был постоянно с учениками. Тогда, когда они ходили из города в город, когда Он проповедовал, когда Он учил учеников, когда были трудности на море. Какой пример мы, отцы, служители, можем взять для себя быть в семье? Быть в семье. Вы знаете, я когда читал, когда вот рассуждал, наверное, первая мысль, которая пришла, «Нет времени. Есть служение, есть работа, необходимо работать, зарабатывать, содержать семью. Есть служение, но вы знаете, Бог каждому из нас дает время для всего. Бог дает время для работы, и мы должны работать своими руками для того, чтобы содержать семью. Бог нам дает время для служения, и мы должны служить. Бог, Слово Божие нас призывает к этому. Но вы знаете, Бог нам дает время для семьи. Отцы, Бог нам дает время для семьи. И очень важно, чтобы в это время мы были в семье, чтобы мы это время проводили правильно, чтобы мы не уделяли время себе, чтобы мы не крали это время у своей семьи. первый псалом, когда мы читаем первый псалом, великое обетование для нас. Там написано «во всем, во всем, что не делает, успеет». если мы правильно ходим перед Богом, если мы правильно будем относиться к греху, если мы будем не стоять, не ходить, не сидеть, где это не нужно делать, и наоборот, если в законе Господа будет наша воля, если мы будем стремиться к этому, Слово Божие говорит, «во всем, что он не делает, успеет». Быть в семье – это значит чувствовать ответственность. Быть в семье – это означает держать и чувствовать пульс семьи. Что происходит? Это означает, что каждый из нас, как отец, как служитель в своей семье, должен нести ответственность за воспитание детей и не перелагать эту ответственность на кого-то другого. Если мы не будем воспитывать наших детей, они будут получать воспитание где-то на стороне, кто-то другой будет воспитывать наших детей. Пример для подражания заключается в том, чтобы то время, которое Бог нам выделяет для семьи, чтобы мы его использовали правильно, чтобы мы были в семье. Еще один пример, пример посвященности Господу. Читаем 19-й текст, «Работая Господу, со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев». И также 24-й стих, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Еще один штрих к этому портрету, портрету духовного Отца, портрету служителя. И апостол Павел говорит, смотрите, смотрите на нас, смотрите на этот образ и берите пример. И это добрый пример, пример посвященности, когда и апостол Павел, и те братья-служители, которые были вместе с ним, были посвящены тому служению, на которое Господь призвал их. И Павел говорит, «Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью». Задача выполнить то служение, выполнить то, совершить то поприще, на которое он был призван. И в этом он также берет пример у Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните первосвященческая молитва, Евангелие от Иоанна, 17 глава. И в этой молитве Иисус Христос, обращаясь к Отцу, говорит в 4 стихе, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Молясь Отцу Небесному, Сын Божий говорит, «Я совершил дело». Он посвятил себя для этого служения, и он совершил то дело, на которое Отец Небесный послал его. При многих опасностях, при всех приключениях, при трудностях, при переживаниях, у Павла была цель исполнить служение. А вы знаете, трудностей и опасностей у него было много. Преград было много для того, чтобы это не делать. Читаю второе послание Коринфянам, 11 глава с 23 стиха, когда он немножко вот рассказывает о своем служении, о своей жизни, о своих трудностях. Смотрите, что он говорит, «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. И несмотря на все эти трудности, несмотря на все эти опасности, апостол Павел показывал, что он стремится к цели, забывая заднее, как он говорит, простираясь вперед, апостол Павел имел посвящение. Как обстоит дело в моем служении в церкви? Как обстоит дело в моем служении как священник или как служитель в доме, в моей семье? Какие трудности у меня, когда меня не понимают, тогда, когда, возможно, не получается так, как я планирую или так, как я хочу? И в этом пример, несмотря ни на какие обстоятельства, братья, отцы, служители, наша задача с радостью совершить то поприще, на которое Господь нас поставил. Еще один пример, пример ответственности за служение. 20 стих читаю, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. И 27 стих, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Апостол Павел, говоря о том, о своем служении, говоря, как он это делал, он говорит, что он не пропускал возвещать всю волю Божию. Он не подстраивался под людей, не подстраивался под обстоятельства, он не старался сделаться каким-то знаменитым или популярным, он чувствовал ответственность за свое служение. И поэтому он хотел передать всю волю Божию, не просто как-то одну сторону, не просто, чтобы сделать приятное или говорить кому-то приятное. Но он говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. И в этом он брал пример у Господа нашего Иисуса Христа. Возвращаясь к первосвященнической молитве, 17 глава Евангелия от Иоанна, смотрите, Христос в своей молитве такие слова говорил. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Я передал эти слова. Наша задача – чувствовать ответственность, не пропускать ничего полезного. В другом тексте, в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 3 стихом, апостол Павел говорит, что для меня очень мало значит, что обо мне думают люди, что думали Коринфяне о нем. Он говорит, задача, во втором стихе, немножко раньше, он говорит, задача, задача домостроителей. Чтобы каждый оказался верным. И наша задача, как отцов, как служителей, оказаться верным. И ответственность наша перед Богом, чтобы мы могли передать всю волю Божию нашим детям. Второзаконие, 6 глава, 4 стихе, мы читаем такие слова, которые Господь Бог сказал Израилю, сказал Отцам, сказал нам с вами, братьям. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Это ответственность наша. Мы ответственны перед Богом за наших детей, за наших жен, за наши семьи. Ответственность за то, чтобы заповеди Его были знаком на руке нашей, чтобы они были повязкою над глазами нашими. Можно много говорить об этом, но если закон Господа, если Его заповеди написаны и на руке, и над глазами нашими, и на косяках дверей дома, и на воротах, тогда Слово Божье будет звучать, будет читаться в наших семьях. Это ответственность, чтобы мы могли внушать, и эти внушения были, как мы с вами прочитали, и днем, и ночью, и дома, и в дороге. Еще один пример, пример, который мы можем взять для себя, это пример жертвенности. 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ничто не взираю и не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Апостол Павел знал, на что идет. Апостол Павел знал, что будут трудности, будут узы, будут скорби, но он говорит, я ни на что не взираю, стремился к цели, готов был пожертвовать собою, готов был пожертвовать своими интересами, возможно, для того, чтобы исполнить волю Божию. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит так, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало». Он понимал, на что идет, но готов был пожертвовать. И в этом он также брал пример, примеру Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель стал жертвой, добровольно придя на эту землю, добровольно смирив самого себя, добровольно пойдя на крест, и он стал жертвой, жертвой умилостивления за грехи наши. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих, открывает нам одну очень важную истину. «Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав, в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Для того, чтобы был плод, для того, чтобы был плод в служении, был плод в наших семьях, необходима жертва. Без жертвы не будет успеха. Я не говорю здесь о том, чтобы как-то умирать физически или еще что-то, но необходима жертва. Человек должен пожертвовать собою ради семьи, ради детей, принести себя в жертву, и тогда будет плод. Если умрет, то принесет много плода. И апостол Павел, продолжая эту мысль, он говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Тогда, когда человек не понимает истину, о сораспятии, о кресте, тогда он становится врагом. И апостол Павел не говорит, что вот такие люди, они становятся врагом мне, или врагом даже служения, или братьев, которые были. Он говорит, они поступают, как враги креста Христова. Крест Христов был не просто каким-то теоретическим моментом в жизни апостола Павла. Это было то, что присутствовало в его жизни постоянно. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. Павел говорит так, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего, Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». И в этом он вспоминает и подчеркивает слова Господа нашего, который говорит, что тот, кто хочет идти за ним, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Другого пути нет. Или человек будет мертвым для мира и живым для Бога, или он будет живым для мира и мертвым для Бога. Невозможно быть полуживым или немножко живым и для мира, и для Бога. И в этом пример для нас, братья, для нас, отцы. Если мы мыслим о земном, если то, к чему мы стремимся, оно только здесь земное, то, которое сгорает, которое можно потерять, тогда мы поступаем, как враги Креста Христова. И если мы поступаем, как враги Креста Христова, тогда дети наши, наша семья не сможет брать пример с нас. Апостол Павел говорит, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Помоги нам, Господь, братья, отцы, служителей, чтобы это слово было не просто, знаете, кто-то может сказать, но это больше для служителей. Апостол Павел собрал пресвитеров там, вот пресвитера как-то и рассуждают об этом. Да, это относится к служителям, но это относится к каждому отцу, потому что на вас и на мне есть ответственность, как я уже сказал, ответственность за наши семьи, ответственность, что происходит с нашими детьми, что наши дети смотрят, что наши дети слушают, с кем они общаются. И Бог с каждого из нас, с отцов, в свое время спросит, как мы располагали или как мы тратили то время, которое Бог предназначил или дал нам на семью. Помоги нам, Господь, рассуждая об этом, в этот праздник радоваться, радоваться, что Бог действительно дал нам великую привилегию быть отцами, что мы можем иметь детей, поблагодарить наших отцов за тот пример, который они оставили для нас, пример служения, служения в семье, служения в церкви, добрый пример, который они оставили. И помоги нам, Господь, чтобы мы, смотря на веру их, смотря на то, как они ходят перед Богом, как они служат перед Богом, чтобы мы брали пример, чтобы мы смотрели на пример Господа нашего Иисуса Христа, который оставил эти следы. И это следы яркие, яркие следы, которые можно увидеть, вникая в Слово Божье. Это не те следы, которые как-то затерты, которые не видно. Это яркие следы, которые Иисус Христос оставил для каждого из нас и для нас, Отцы, чтобы мы могли вникать, чтобы мы могли рассуждать и чтобы через нашу жизнь дети наши могли приходить к Господу. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Господь, Хранитель мой, кричит во время бури, а гроба не тревог, спасение чертог, Аминь. 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 Господь, создатель мой, ты сам височник жизни, во мне твой душиек. И к вечности зовет, Хвалуй Тебе, Господь, Твоё! Не искит Тебя до дна, Ты такая глубина, Кто познал и кто постиг, Как ты вечер в мире, Земля над Божьем Твоим, Господь! Господь, ты часть Твоя, Ты всех путей начала, Вершина всех дорог, И в жизни все и то, Хвалуй Тебе за всё, мой Бог! Не искит Тебя до дна, Ты такая глубина, Кто познал и кто постиг, Как ты вечер в мире, Земля над Божьем Твоим, Земля над Божьем Твоим, Господь! Господь, Бог Твоя, Источник дотовенья, Ты будучность моя, Надеждь моих свершеньев Тебе пребуду вечная, Не искит Тебя до дна, Ты такая глубина, Кто постал и кто постиг, Как ты вечер в мире, Земля над Божьем Твоим, Господь! Господь, ты пастырь мой, И под Твоей рукою Не знаю, срока я, Твоя душа моя, Волон Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу нашему за это служение и да благословит Господь всех отцов! Божье Слово обращается в первую очередь к нам, чтобы мы знали это Слово, чтобы мы могли исполнять его, могли чувствовать эту ответственность и Божью помощь. Писание говорит, всякое Отечество, которое здесь есть на земле, оно именуется от Отечества Небесного. Бог есть Отец, и Он нам дал право называться Отцами, чтобы мы, подражая Богу Отцу, могли верно исполнить вот это служение и да благословит нас Господь, понимать это, стараться, молиться, стремиться, и Господь да поможет всем Отцам. Давайте мы станем, совершим молитву в заключении этого собрания. Господь наш, мы благодарны Тебе за воскресный день, мы благодарны Тебе за то, что мы могли быть здесь, в доме молитвы, слышать Твое Слово, радоваться спасению, которое мы имеем в Тебе, воспевать Тебе славу. Благодарны Тебе, Господи! Еще раз молимся Тебе за Отцов, и мы просим Тебя, чтобы благодать Твоя была явлена и благословение Твое пребывало на каждом Отце в семье нашей Церкви. Благослови, Господи, укрепи, помоги, дай силы. И вот то, что мы слышали сегодня, эти добрые примеры, о которых говорит Слово, с которыми мы встречаемся в жизни, Господи, дай, чтобы Отцы приняли это в сердце свое и подражали прежде всего Тебе, Господу нашему, который поставил, оказал это служение и дал этот верный пример. Дай, Господи, нам быть похожими на Тебя и совершить тот труд, который Ты возложил на нас. Благодарим Тебя, Господи, за все милости Твои. Благодарим Тебя за это собрание. И благослови нас вот в этом воскресном дне радоваться общению с Тобою, посвятив этот день для славы Твоей. Храни нас всех в руке Своей и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга, общайтесь, и да будет Господь с нами.